Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Сегодня нас ждет интереснейшая беседа в те далекие края, вернее времена, когда я был, так сказать, на первом канале концертное агентство Михаила Фридмана решила сделать лекции мои в Джермании, и вот они тут сами, это не мое, это высказывание Геннадия Малахова с эксклюзивным выступлением «Истина жизни в здоровье». И как раз мы и назовем эту передачу «Истина жизни в здоровье». На самом-то деле мы понимаем, что здоровье – это прекрасная составляющая жизни, но далеко не истина. Вот, но ведь приписали, что это я сказал. Знаменитый маэст о здоровом образе жизни, ведущий популярнейшей программы, Первый канал Малахова Плюс, автор бестселлера «О поздравлении организма». Название так у нас и будет «Истина жизни в здоровье». А теперь, а теперь мы с вами по вашим комментариям пройдемся. Вот, про здоровье суставов. Бубновский, наоборот, показывает. Кстати, я с Бубновским неоднократно общался, он у нас был на передаче, прекраснейший специалист, своя, так сказать, система своей разработки. Так вот, Бубновский, наоборот, показывает, что только в комплексе декомпрессия суставов, то есть декомпрессия – это вот мы сжали, декомпрессия – это значит растянули. И формирование мышечного корсета, то есть вокруг этого сустава должен быть мышечный корсет, и связок вокруг него, он, может привести к здоровому состоянию суставу. Ну да, будем говорить, есть такая метода, то есть вы, если сустав больной, вы его, значит, освобождаете от нагрузки, и в то же время с помощью самых разнообразных упражнений формируете вот этот вот связочный аппарат, укрепляете с помощью огромного количества движений различных, и мышечный аппарат, чтобы все это было. Ну, так, это, знаете, действует и в теории, и в практике. Ну, что, у него хороший результат. А у вас получается сильнейшая нагрузка давления на суставы. Как понять, что я ответил? Думайте, я в видосах на эту тему все рассказал, и, главное, показал результат, что, оказывается, можно и вот так вот сделать. На эту тему, короче, имеется огромное, огромное количество видосов. Было бы желание, вам все там растолкует сам создатель гравитационной гимнастики Самодумов Анатолий Иванович, создатель изодинамической гимнастики, то есть вот этого тренажера, на котором я занимаюсь, Сергей Прокопьевич Кривых. Ну, и я, я же начал, начал там, видите, вы опять-таки смотрите на что, что у меня, грубо говоря, тут стоит. А до этого-то не стояло, что я имею в виду, стояло, не стояло. Я-то начал со 100 килограммов, с пустого тренажера все это делать. И потихонечку, полегонечку, так, 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 так. До сих пор вы не дали самого главного о голодании, как о духовном посвящении, ведь это под корень от всех напастей. Я об этом, конечно, слышал, я об этом догадывался. Сам я голодал, но посвящение через голодание я не получил. И поэтому я написал, если я сам не получил, то о чем мне рассказывать? Знаете, теорию я как-то не люблю. Так, и вот, пять часов назад, ну-ка, почитаем. Вот это как раз из-за этого я и решился сделать вот этот вот видос. Он как раз о здоровом образе жизни, истинной жизни, здоровье. Ну и давайте начнем. Позвольте высказать мне, как это я вижу. Пожалуйста, высказывайте. Главное, чтобы там каких-то оскорблений не было. А если это все от чистого сердца, с пониманием, мы делимся с вами. Мы делимся с вами своими мнениями. Подписчиков станет, больше не станет, даже если вы, Петрович, встанете на голову. Я уже сказал, что я к этому делу как-то перегорел. Было, было дело, что мне как-то это все хотелось, непонятно. А теперь мне как-то это все. Это не привлечет злителей и не отпугнет это просто никак. Ваша информация, без сомнения, имеет ценность и несет благо, а не вред. Но ведь те вещи, о которых вы говорите, они адекватным человеком уже давно известны. Действительно, ничего нового. Ну, кроме некоторых вещей, вы знаете, все это действительно известно, но вот вы видите на практике, уже пошла, знаете, не столько теория, как практика. Вот эту теорию, которую вы, допустим, знаете, как ее применить в жизнь. Вот я провел через голодание двух людей, там, с рыбками, так что-то там вам советую, то есть консультируюсь. То есть вот в этом уже есть какая-то доля интересная и важная для здоровья информация. Для чего канал? А некоторые иные вещи, ну, не знаю, насчет красивых слов, там, ой, вам кажется это. Ну, как вам кажется, так она и кажется. Лично я работаю, я вам показываю. Эта система имеет огромную перспективу, как и то, чем я занимаюсь, а именно изодинамической гимнастики. Вот давно известно. Да, давно известно. Мало того, большинство уже ушло далеко вперед. Я рад за вас, что вы ушли далеко вперед. Так и должно быть, так и должно быть. Как говорится, учитель подготовил учеников, которые тебя превзойдут. Но хотелось бы понять, а превзошли ли они на самом деле или нет? Да, ты куда гораздо больше. Хорошо. Кто же тогда остается? Остаются лохи и лентяи, которые не хотят заниматься собой. Но я бы не сказал, что остаются такие люди, которые не хотят заниматься собой. Здесь идет как раз консультация. Очень важно понимать. Человек делает, делает, делает. А почему чистка печени не получается? А почему там грибков вывести не получается? А почему там еще что-то вывести не получается? То есть тут идет вот такая вот интересная работа. То есть не тех, кто занимается собой, а тех, кто наоборот занимается собой. И у которых возникают какие-то вопросы. Вот тут-то и Петрович не хотел заниматься своим телом, здоровым, ибо это вызывает у них дискомфорт. Ну, я согласен, что надо... Значит, вот тут интересная вещь, почему я вот этот случай привожу. Потому что тут разные вот взгляды, чтобы у вас были. Ибо это вызывает у них дискомфорт. То есть у человека, которому надо действительно пройтись, там или пробежаться, или в спортзал сходить, или там хотим поменять свое питание, это вызывает какой-то дискомфорт. Но вот важно, для того, чтобы вы хотите стать здоровым, важно найти такой комфорт в этой жизни, чтобы вам было комфортно позаниматься, комфортно написать красивые слова и получить от этого некую отдачу, комфортно там пробежаться и так далее, там спортзал посетить, даже поголодать иногда бывает, знаете, комфортно. Да, я уверен, что вы это знаете лучше меня. Но я бы не сказал, вот вы как раз подчеркнули вот эту особенность, которую я сейчас озвучил, что мы не выходим из зоны комфорта, а мы заходим в другую зону, где нам может быть гораздо комфортнее, но мы этого не знаем. Это очень важно понимать. Спасибо, что натолкнули на эту мысль. Поэтому давайте разберемся, что можно сделать в плане развития канала. Ага, ну, советуйте, ну, хорошо. Как не смешно, но либо условные котики, либо огород и консервированные овощи на зиму. Вот тут к вам сразу бы добавились тысячи подписчиков. Ну, опять-таки, я сказал, я как-то перегорел к этому. Знаете, всему свое время. Это очень важно понимать. Вот есть время любить. Юноша любит страстно. А есть потом дальше время семейной жизни. Есть время там, допустим, пожилой жизни. Есть время еще там какое-то. Вот в каждый промежуток, вот в свое время, когда мне было лет так, грубо говоря, 17-18, мне очень хотелось стать мастером спорта. А никак, а никак, а никак не хватало там чего-то. Не хватало, опять-таки, целенаправленности, которая потом появилась, когда создались условия. Либо ты выполняешь, либо ты на спорте ставишь крест и все. И вот тут-то, вот тут-то, вот тут-то, да. Так что тысячи подписчиков. Можно показывать совместные тренировки с котиками и собачками, занятия на растяжку мышц и сухожилий во время прополки грядок или посадки овощей, ну или другая подобная ерунда. Кстати, сейчас потихонечку у меня на изодинамическую гимнастику ходят люди, которые через какое-то время, ну, допустим, через 10 занятий, через 20 занятий, я их сниму, и они выскажут свое мнение. Вот у нас были там то, сё, пятое, десятое, и что стало, такая интересная будет серия. Другая подобная ерундистика, электроатум, такие темы очень нравятся. Ну, на что народ готов, на то он и готов. Так, глубинный народ, он ленив и глуповат, это надо учитывать. И перевоспитывать взрослых климаксовых особей занятие пустое. Да и как-то, знаете, никто особо не перевоспитывает. Единственное, знаете, среди этих особей иногда появляется желание, когда их вот так вот в бараний рог скрутит, желание всё-таки как-то вернуть себя здоровым. вот как-то вернуть себя, потому что они уже могут опробовать возвращение здоровья в разных там поликлиниках и прочих медицинских центрах, а его-то нету, а может что-то ещё. И вот тут, грубо говоря, канал, ну, я так думаю, канал так и сработает. К тому же, ваш внешний вид тоже не вызывает, честно говоря, восторга. Внешний вид, ну, я ещё раз покажу, да. Вот, возможно, вот этот внешний вид, да тут костюмчик, рубашечка, как меня нарядили на первый канал. Тут, как бы сказать, соответствует. Дядька такой солидничок. Солидничок. А тут я сижу особо не бритый, особо тут не стриженный, ну, и так далее. Ну, ладно, давайте. Извините заранее, но пишу это не с целью оскорбить или уколоть, а просто пишу то, что вижу. Хорошо, вижу. И что же я вижу? Я вижу человека, который всё время говорит о пользе голодания, а сам сидит с пузом. Вот, опять-таки, насчёт пуза я вам уже говорил. Если я сяду вот так вот, видите, какого пуза. Если я сяду вот так вот, видите, какая репа, будем говорить. То есть, это особенности съёмки. Но при этом я не говорю, что там у меня живота нет. Согласно, я так считаю, моим возрастным данным, то, что имеется, то имеется. Но это не такое, что-то там отталкивающее. Более того, я же вам вначале выставляю вот эту маленькую картиночку, где я стою. Это практически картиночки из самых последних моих тренировок, где я после занятия так встал перед зеркалом и себя снял. То есть, вот именно поэтому вы можете и судить, где тут там пузо, вот именно пузо. Да, там, допустим, животик, то и сё, там, может, там быть. Но пузо, вот я как раз вот сейчас выставлю, вот здесь вот вы смотрите. Ну где пузо? Ну пузо, ну где? Это просто искажение. Искажение, как ты сядешь. И есть, я помню, когда вел передачу «Добрая здоровьица» на первом, там люди, актёры приходили, говорят, у меня рабочая сторона, допустим, правая, только справа меня снимайте, слева меня не снимайте, я плохо там выгляжу. Мне как-то, ну, всё равно, как сниматься, я снимаюсь. То есть, на эту тему мы же говорили, а в роликах вставляйте кадры самим собой, не пойми какой давности. Так вот, как раз не пойми какой давности я вставляю эти кадры. Это свежие кадры, свежие. Если я что-то там рассказывал, там, о своих занятиях спортом и ещё что-то там, допустим, йога или голоданием, я тогда те кадры вставлял. Но вот эти, вот то, что я вам вставляю, вот сейчас, это вот я сегодняшний. Поднятие больших тяжестей может, несомненно, поставить зачёт, но это зрителям трудно увязать с пропагандой ЗОЖ. И вот тут мы, вот подошли, можно сказать, к главному вопросу. Вот то, что подразумевает под термином здоровый образ жизни. Ибо поднятие больших весов делалось губо индивидуально. Согласен. Согласен. И знаете, вот если раньше занятия на тренажёрах, вообще вот в спортзалах, как сейчас этих тренажёрных залов, там, допустим, Москва, Петербург, и даже у нас в Каменске зала, по-моему, 2-3 имеется, огромное, значит, количество людей там качается, то вот эта вот гимнастика, за нею будущее, она войдёт. Просто, просто всему время, сугубо индивидуально. То есть я верю в то, что это получит широкое распространение. Потому что эффективность, вот почему я ей занялся, это потому что из всего, чем я занимался, это даёт наибольший эффект. Хотите, верьте, хотите, нет. Значит, в основном с зожниками, куда больше нравится гимнастика и бег. Знаете, и я занимался гимнастикой, и я занимался бегом. Да, вещь хорошая, я не буду спорить. Вещь хорошая, можете заниматься, это уже, как бы сказать, и ваши предпочтения, и тут вот, и тут вот встаёт такая вещь, как, «А что даст наибольший вклад в копилочку вашего здоровья?» Я обедал, да, я занимался гимнастикой, вы видели там, йога, могу здесь это самое, опять-таки, закрытый лотос преимуществовать и прочее, прочее. А той отдачи, которую вы ждёте, а более того, той отдачи, которую вы не ждёте, и которая на вас сваливается, её-то и нету. Вот в чём разница, оказывается. Поэтому, как раз я даю на раздумывание, что это всё хорошие вещи, но что эффективнее так. А тут друг Петрович рассказывает, что он за 40 минут проходит пару километров. И вот важно, опять-таки, в здоровом образе жизни так построить свою программу оздоровления, чтобы она, вот как подчёркивается, не выводила вас из зоны комфорта. Вот этих 40 минут хватает мне. Зачем я хожу? Я уже рассказывал, для того, чтобы там кровь прокрутить, лимфу прокрутить. Но самое важное, вот я сижу, никакой нагрузки на межпозвоночные диски, которые вот так работают. А во время ходьбы, как раз вот эта нагрузочка есть. И вот этой нагрузки, оказывается, достаточно. Кому-то можно показаться больше, кому-то ещё там не хватает. Но важно, важно, знаете, вот из всего, что вы делаете, чтобы вы это всё анализируете, что, как действует на вас. Из всего этого многообразия выбирали самое лучшее, самое лучшее и эффективное. Вот в чём дело. Самодумов, кстати, сказал, говорит, я ленивый, и мне нужна такая гимнастика, которая бы давала наибольший эффект и не требовала времени. И одно занятие в 7 дней, а у них там одно занятие в 2 недели. И такой импульс организм получает, что он живёт нормально. То есть вы задумываетесь над этим. Я не хочу сказать, что вот это лучше, вот это хуже, но вы всё-таки вот задумаетесь, что вам выбрать для того, чтобы вы в новой зоне комфорта чувствовали себя прекрасно. Это что, шутка такая? То есть рассказывает, что за 40 минут прохожу пару километров. Шутка такая. Я совсем немного моложе вас, и каждое утро пробегаю 10 километров, как два пальца. И таким образом вылечил колени и артритную шишку на левом пальце ноги и много ещё чего. Естественно, плюс к бегу ещё определённый режим питания, ставший уже нормой моим образом жизни. Поэтому, видимо, многие, зайдя к вам на канал и увидев пузатого мужика, рассказывают о том, что он когда-то мох, и что сегодня длилённый 2 километра, это считается прогулкой. Так вот, многие просто молча уходят с канала. Зашёл и вышел. Извините, конечно, но ваша расскажет просто порой это плохая реклама для вас же с точки зрения привлечения же зрителей. Но ещё раз хочу сказать, что зрителей я не привлекаю. И вот смотрите, здесь опять-таки можно подчеркнуть вот такую интересную вещь. Вот смотрите, можно, я уже сказал, что я горжусь тем, что вот эти вот 40 минут, и в которых я делаю 2 километра, потому что я тут хожу дома, там по-своему там вот эти часы, они там по-своему считают. Когда идёшь, знаете, по улице, то я километр прохожу где-то за 12-14 минут. А когда я тут по этому самому, у себя в доме, во дворе, по кольцу хожу, он как-то считает вот так. Ну и считает, и считает. Мне главное продвигаться. Итак, что бы я хотел ещё сказать. Регулярно делать. Несмотря на то, что вот смотрите, дождь, снег, слякоть, ещё что-то там такое. А ты вот эти вот 2 километра регулярно делаешь. Регулярно. Это большое стоит. Хотя есть вот люди, которые действительно и пробегают и 10 километров. И вот тут немножечко встаёт такой интересный вопрос. Вот можно затрачивать на поддержание хорошего состояния, вот, ну, чтобы у вас внутренние ощущения были хорошие, можно затрачивать, грубо говоря, там 2 часа в день, а можно с помощью, допустим, ну, той же изодинамической гимнастики раз в неделю, раз в неделю, позанимавшись час, всю неделю быть энергетически насыщенным. Вы чувствуете разницу? То есть разные методы дают нам то или иное энергетическое насыщение организма. Это тоже как-то важно понимать. Важно понимать, и я вот сейчас вот натыкаю на то. Да, некоторые любят в спортзал походить там, позаниматься. Это одна там работа, даёт удовлетворение, даёт, значит, будем говорить, мышечный тонус и прочее, прочее. Человек пробежался. Это другая работа. Человек там растяжки там делает. И есть же ещё другие виды, когда вы позанимались и получили совсем иной результат. Дело в том, что мне есть с чем сравнить. Я уже говорил, что я мастер спорта и качался, и растягивался, и голодал, и что только я ни не делал. И из всего мне есть с чем сравнить. Вы вот даже чувствуете, как? Какая-то у меня спокойная, уверенная сила. Чувствуете? Энергетика какая-то спокойная, уже равновешенная. И в то же время очень мощная. И все функции моего организма, естественно, так работают. ну это так, к слову. Не хотел вначале писать, но потом всё-таки решил написать, а что ж правда так до конца. Ваш внешний вид, имея в виду голову, вот моя голова. Я считаю, что у меня голова там светлая. Что там? Зачем вам эти ужасные лохмы над ушами? Вот этого, да? Когда голова в большей своей части уже полосела. Ну, она полосела, полосела. Тут-то волос, что надо делать. Вам только не хватает на голову пятна, пятна с правой стороны и будет вылитый Михаил Сергеевич. К тому же и говорок ваш один и тот же, как у него. На мой взгляд, повторю, вам необходима смена имиджа. Имиджа. Вот, смотрите, да? Вот имидж, который мне создал первый канал. Ну, возможно, постриться здесь поменьше, знаете, под единичку, под двоечку. Ну, сейчас я смотрю на себя, стали быстро отрастать ногти, волосы. И получается только и истригись, и это действует. То есть, это надо постоянно будет стричь. Вот в чем еще вопрос. Хотя жена мне говорит тоже, ну, ты постригись, ну, что-то-то-то-то-то-то-то. Ну, ладно. Имидж я оставляю прежний. На вашем месте я бы оголил голову полностью, полностью. Но она тут будет отрастать. То есть, вот под единичку, под двоечку, как вот здесь, по-моему, сделали. Раз есть волосы, они будут отрастать. Грубо говоря, неделя-две прошло, они уже, они уже там, на полсантиметрика, допустим, там, отрасли. Ну, это просто, возможно, я запустил. Не буду так сказать это. Согнал бы живот. А вот тут интересно, вот, насчет вот этих вот, сгоняем живот, не сгоняем живот. Вот я ничего особо не делаю в плане того, чтобы что-то подкачать, что-то там, грубо говоря, там, откачать. Я такой, как есть. То есть, не затрачу лишних усилий на то, чтобы вот какую-то там форму иметь, потому что на поддержание этой формы, то есть, грубо говоря, мясо там, здесь там где-то, или тут согнутого живота, вы должны постоянно затрачивать усилия. Если у вас есть желание, и вы вот так вот это, будем говорить, как-то это вас коробит, тогда да, делайте себя таким, чтобы вы себе нравились. Лично я нравлюсь себе. А тут это самое, согнал бы живот. И опять-таки, вот, пропорции тела, они с возрастом меняются. В начале там была, допустим, талия, может быть, осиная там. А потихоньку с возрастом все это меняется. Особенно, если взять женщину, красавица, умница, тара-та-та-та-та-та. А потом раза два-три она родила, и все, и где ее талия? Так, к примеру. Я не считаю, что у меня какой-то огромный живот, хотя я не не буду говорить. Все в рамках возраста. 70-й год идет. И плюс еще индивидуальная конституция. Я сегодня, когда покупал хлеб, видел мужчину, он даже немножечко пониже меня, но он где-то весит, наверное, килограмм 160. То есть, у него костяк, вот такой голень, вот такая вот. Я глянул, некоторые люди качают эту голень, а у него она без всякого якого-то. Вот такая вот, сама по себе. Костяк огромный. При этом он как слон. Вы знаете, вот слон, он же не толстый, он выглядит согласно своих пропорций, согласно своей природе. То есть, нету, чтобы это животное такое выпирало. И еще что ли. Он просто огромный такой. Дядька на 160 килограмм. Это особенности индивидуальной конституции. Вот как их тут ни верти, ни крути, ты этот костяк не переделаешь, ты эту особо жировую простойку не переделаешь. А есть люди, как вам все говорят, это самое. Она говорит, а я сколько не ем, я не поправляюсь. Сколько не ем, что не ем, как не ем. Одна и та же фигура. Все. Особенность индивидуальной конституции. Так что вот важно, чтобы вы себе нравились. Так, но не тупым голоданием. Ага, ну тупый голод. Но голодание, голодание, дело в том, когда вы начинаете голодать, это вообще очень интересная вещь, которую я заметил. Живот у вас спадает в самую последнюю очередь. В первую очередь у вас вваливаются глаза, щеки, ощущается это на лице. Потом потихонечку начинает тело уменьшаться, руки, ноги особенно уменьшаться, потому что особенности голодания берется ткань оттуда, где она для организма не представляет какой-то особой ценности, мышечная масса. И только в последнюю очередь начинает сдуваться живот. В последнюю очередь. ну дальше, а упражнениями на пресс и бегом. И вот смотрите, для того, чтобы вот это все, грубо говоря, допустим, я вот сигнал привел в вид. Если я прекращу делать упражнения на пресс определенное количество, если я прекращу бегать определенное количество, а это надо более-менее регулярно делать, то все это появится вновь. Вот возьмем мы бодибилдеров. Накачались, раскачались, все прекрасно. Как только они перестают есть, перестают заниматься, то все у них спадает. И я уже через это прошу, что вот нравилась такая фигура большая. Кстати, вот сейчас я 107 килограмм вешу. И когда я занимался спортом, я тоже весил 107 килограмм, но это было совершенно другая фигура. Действительно, живот был гораздо меньше, а зато тут мясо было везде гораздо больше. Но теперь вы еще раз для себя уясняем. Если вы хотите вот так или сяк выглядеть, вы должны этим регулярно заниматься. Я лично доволен тем, что у меня имеется. Стал бы подтягиваться каждый день утром и вечером. Пожалуйста, подтягивайтесь утром и вечером. Вещь вроде как хорошая, я так для вас скажу по секрету, я подтягивался на одной руке и на левой, и на правой в свое время. Сейчас я как-то не вижу в этом какой-то необходимости. Опять-таки, знаете, есть вещи, которые для здоровья, есть вещи, которые для красоты. Если вы просто здоровым, достаточно одно, а если вы хотите еще и красивым быть, ну там достаточно, надо уже совсем по-другому заниматься. Что очень полезно для позвоночника. А я бы не сказал, что полезно для позвоночника. Он не сказал, потому что все растяжения, они ослабляют суставы, они растягивают их, а нам надо, чтобы они работали на сжатие. и вот конечно существует вот это мнение, что позвоночник надо растянуть, надо расслабить, суставы надо растянуть, расслабить. Это работает, это работает до очередного спазма. То есть они не укреплены, они просто растянуты. И вы значит там пошли, где-то нагнулись, прогнулись, что-то подняли, и у вас опять спазм, и у вас опять заклинила спина, начинается там боли. То есть вы сами подумайте, немножко сами подумайте. Полезно для позвоночника я вёл бы в будущее ваше выступление с оголённым торсом. А вы знаете, оголённый торс, я думаю, не все примут, даже если он будет хороший торс. Ну вот не все как-то примут. Голое тело, я бы например как-то тоже демонстрирую народу втянутый упругий тренировочный живот, развитую мускулатуру и стройные бока. А я это сейчас опять вам продемонстрирую насколько в данный момент это всё у меня имеется, а вы уже сами сделайте выводы вот такой или сякой. Просто одно дело ещё раз говорю, я вот сел и вот кажется вот такой вот живот, голова вот такая. И другое дело я прямо вот сел перед вами. Тут уже какие-то пропорции то есть всё пятое десятое для семидесятилетнего человека. Так бока ещё раз извиняюсь за прямоту но написал всё это искренне и без цели вам навредить или зацепить. Кто же вам такое ещё напишет? Все в основном занимаются подхалимажем. Я бы не сказал все то есть одно дело знаете оценивать допустим внешность или ещё какие-то качества а другое дело вот те которые люди почему они можно так сказать ценят общение со мной что они что-то такое берут для себя полезное это две разные вещи что тоже иногда необходимо желаю вам крепкого здоровья спасибо желаю добиться всего того что вы себе наметили ох если я добьюсь это будет хо-хо-хо и ещё просто желаю вам человеческого счастья благодарю и вам желаю человеческого счастья и всем желаю человеческого счастья и кое-что смотрите вот если и крепкое здоровье вот я считаю есть всего что вы сами наметили и это уже свершилось но есть мысли ещё куда-то подняться повыше да и просто вам человеческого счастья и это есть даже несмотря на то что там что-то там такое опять-таки это надо принять понять и жить с этим жить нормально не осуждая себя не виня вот так вот случилось так я живу великолепно значит так оно и должно быть не стоит наверное опубликовать мой комментарий потому что он адресован лично вам а я все что адресован лично мне я счёл что это очень хороший пример для того чтобы вам как раз показать что можно тут написать от вашего имени истина жизни в здоровье нет истина жизни в несколько других вещах хотя здоровье надо для того чтобы эти вещи у вас произошли хотя конечно это ваше право публиковать или нет ещё раз вам всего наилучшего я также не имею не имею ввиду что-то там кого-то оскорбить или ещё так далее а именно вот на благо всем вам чтобы вы на основе этой беседы взглянули по-другому и это направлено тем людям которые хотят по-настоящему заниматься своим собственным здоровьем и о таких вещах мало кто рассказывает доброго вам здоровьица я благодарю вас за то что вы откликаетесь проявляете свою благотворительность на поддержание канала до новых Продолжение следует...